Сейчас идет спор, иногда нервный, на тему общественно очень важную, как жить в современной России людям, которым категорически не нравится существующий политический режим. Понятно, что вариантов три. Первый – активно бороться с режимом. Второй – уехать. Третий – как-то уживаться с политической реальностью. Все три дороги проблемные, но проблемы тут разные – остроты и сложности. Самый достойный путь, конечно, бороться. Однако, помимо того, что он требует немалого мужества и изрядной пассионарности, здесь есть еще одна плата для людей творческого труда, особенно чувствительная. В 2014 году в России сложилась ситуация, при которой сопротивление требует от человека всего времени и всех сил. Сопротивление стало профессией. Уже невозможно, как в белоленточные времена, немножко посражаться, свободное от основной работы время, а потом пойти в кафе с настроением «как здорово, что все мы здесь сегодня собрались». Что касается лично меня, то именно это осознание и заставило меня выбрать второй путь, как многих. Экспатриация – это самая легкая дорога из трех. И она не без ухабов, не говоря уже о том, что далеко не все могут себе ее позволить по семейным, профессиональным, материальным и иным обстоятельствам. Однако, не буду сейчас писать о плате за уезд, ведь нынешняя дискуссия касается главным образом третьего пути – как жить в полицейском государстве, оставаясь при этом приличным человеком. Письмо Ивана Выропаева именно про это. Опрос на «Эхо Москвы» прочел пан Хаматову и Аркадия Бабченко тоже. И главные битвы, по данному поводу уверен, еще впереди. В будущем острота проблемы и полемика будет только обостряться. Выживание приличного человека в неприличном политическом климате – процесс очень сложный, и диапазон тактик тут широкий – от сотрудничества с властью по определенным вопросам до тотального от нее дистанцирования. Каждый выбирает позицию по своим силам и обстоятельствам. Разумеется, чем бескомпромисснее эта позиция, тем больше она вызывает уважение, особенно если подкрепляется поступками. Но я бы ни в коем случае не стал упрекать людей, которые ради гуманитарных целей просят чиновников о помощи и потом расплачиваются за это репутационным ущербом, потому что обязаны участвовать в каких-то официальных ритуалах. Лично я бы так не смог, но это, вероятно, означает лишь, что себя я люблю больше, чем несчастных, кому нужна помощь. И к волонтерам, которые готовы обращаться за поддержкой кому угодно, хоть к каналу Лайв, я испытываю только глубокую благодарность и сочувствие. Как мне кажется, есть один ясный параметр, по которому приемлемое здесь отделяется от неприемлемого. Ради кого это делается? Если ради других – нормально. Если из личных интересов или просто малодушия, как было с некоторыми подписантами знаменитого крымского письма деятелей культуры, непростительно. А в общем, эта проблематика очень напоминает градации приличности советской эпохи. Тогда те, кто не любил КПСС, но при этом не участвовал в дизитентском движении и не эмигрировал, тоже выбирали всяк свою личную стратегию. Образцы были хорошо известны. Кто-то шел в партию, чтобы очеловечивать ее изнутри и осторожно сеял разумное, доброе, вечное. Тогда это было не очень опасно. Типаж Симонов. Кто-то делал больше, соблюдая все коммунистические обряды, пытался идти поперек течения. Типаж Твардовский. Кто-то, печатаясь или выпуская пластинки, демонстративно сторонился всякого официоза, типаж Акуджавы. Кто-то писал в стол или выступал на квартирниках. Ну а со следующей ступеньки начинались уже диссиденты. У людей обычных, не художников, тоже были свои мирозаключения, поведения, казавшиеся тогда очень важными. Уклоняться от членства партии, косить от общественной работы, принципиально не участвовать в выборах, под предлогом болезни не ходить на собрания, где нужно кого-то клеймить позором. Это требовало определенной смелости – прийти, но воздержаться или проголосовать против. Это вообще уже почти суицидальное поведение. И так далее. Господи, как же тоскливо видеть, что весь этот нафталин вновь благоухает. Борис Акунин Субтитры создавал DimaTorzok